итак с вами за ринг шоу где мы говорим весело о грустном понятно о сложном и серьезно они серьезно в общем большой привет от толстого дядьки который непонятно что делает в кадре но которого вы смотрите от начала и до конца боже мой какой текст какие слова и знаете почему потому что добрая половина вас сквозь зубы цедит да чё он там мелет но при этом им интересно а что же он скажет дальше а вторая половина говорит послушайте парень действительно говорит толковые вещи и интересно что же он скажет дальше в общем мы как дон кинг боб арум и наш александр красюк вместе взятые никогда не бываем в проигрыше и все потому что добро должно быть с кулаками так что гонг нам в помощь бокс василий ломаченко победив хор хелинареса сделал то что в своей жизни только в двадцатом поединке сделал джефф фенек оскар далахоя в двадцать третьем флойд майвезер в тридцать четвертом и мэнни пакьяо в сорок первом хочешь большой но чистой любви нет не женились и не выплатили ипотечный кредит они стали трехкратными чемпионами мира в трех весовых категориях а василию для этого потребовалось всего 12 боев до было сложно но сложно бороться с парнем который тяжелее и мощнее тебя сложно второй раз своей жизни и первый раз на профессиональном ринге ощутить канва своей пятой точкой но как говаривал старина флойд паттерсон совсем не важно сколько раз ты упал важно то сколько раз ты поднялся а василий слегка подудивленные от случившегося не только поднялся но и вернулся настолько уверенно что уже сам линары задался вопросом ходят у мадрая парка милакула и со эстро моем доме не выражаться хочу сказать в общем корону которая хорхе напялил сам на себя слетела от классической серии закончившийся классическим ударом по печени линары с преклонил колени перед ломаченко подумал еще раз подумал основательно подумал и решил да нафиг а ну мне все надо ну что дута слехать за что и был отведен рефери свой угол где и остался а василий а василий своей победой начал писать новые страницы в истории бокса и теперь интересно только одно когда же василий ломаченко скрестит перчатки с майки гарсия и мы прогнозируем что это вполне может случиться к рождеству как вам подарок давайте вспомним что накануне поединка василия против хорхе линареса майки гарсия заявил что следующий свой бой он проведет 28 июля в лос-анджелосе где его соперником станет роберт истер да да тот самый роберт истер который владеет титулом чемпиона мира по версии ibf и то что победит майки у меня лично сомнений не вызывает и теперь давайте вспомним слова боб арума сказанное уже после победы василия что тот проведет свой следующий бой двадцать пятого августа и соперником его станет никто иной как обладатель титула чемпиона мира по версии wb о реймундо бальтрана и здесь лично я тоже не сомневаюсь в победе василия даже несмотря на то что реймундо называют самым большим и самым тяжелым легковесом в мире с обалденно мощным левым боковым но собственно говоря все идет к тому чтобы ближе к рождеству василий и майки гарсия все-таки сошлись в ринге это просто праздник сделав прекрасный рождественский подарок всем фанам бокса да 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 возможно мы забегаем вперед но нам же никто не запрещает мечтать то не вредно а вредно как раз сидеть на диване и смотреть бокс вместо того чтобы им заниматься так что дорогие мои флойды майвезеры майки гарсия василия ломаченко геннадий головкин и энтони джошуа и диантеи уайлдеры отрываем свой филе от дивана и долг глубокие руки шире не спешите три-четыре бодрость духа грация и пластика ну что ж до встречи за ринг шоу 25 мая а сейчас мы пойдем и займемся делом ведь 28 июля ожидается финал всемирной суперсерии бокса первом тяжелом весе то есть поединок александра усика и мурата гасиева и нам надо быть форме